Привет, друзья! Сегодня воскресенье, а это значит самое время обсудить события, произошедшие в мире Apple за последнюю неделю. Итак, сегодня выпуски. Новые слухи об iPhone 7. Apple продолжает судиться с российской таможней. iOS 10 выводит игры на новый уровень и многое другое. А начнем по традиции с не самых значимых событий этой недели. Итак, новости одной строкой. На этой неделе исследователи в области безопасности обнаружили, что ядро первой бета-версии iOS 10 для разработчиков осталось незашифрованным, чего не было никогда ранее. Многие эксперты негативно высказались о таком шаге Apple. Однако сама компания заявила, что в ядре не содержится никакой пользовательской информации и снятие шифрования позволит оптимизировать производительность iOS без угрозы для безопасности. Instagram на этой неделе преодолел новый исторический рубеж, принадлежащий к Facebook. Компания официально огласила данные, согласно которым ежемесячно Инстаграмом пользуются 500 миллионов человек. Причем 80% из них проживают за пределами США. Также сообщается, что примерно 300 миллионов человек пользуются этой соцсетью ежедневно. Как стало известно на этой неделе, новое приложение фото, которое доступно пользователям iOS 10 и macOS Sierra, способно не только распознавать лица, но даже эмоции. Оно способно различить всем эмоций. Ненасытность, отвращение, нейтральность, крик, улыбку, удивление и подозрение. Кроме того, приложение умеет идентифицировать 4432 объекта из сцены. При этом по ним можно осуществлять поиск. Здорово, не правда ли? Несмотря на то, что арбитраж Москвы отказал Apple в иске, в котором компания просила российскую таможню изменить классификацию умных часов Apple Watch, российское подразделение корпорации, похоже, не собирается сдаваться. На днях Apple Rus подала апелляционную жалобу на решение об отказе в своем иске, и в случае ее удовлетворения классификация Apple Watch все же будет изменена с наручных часов на устройство для передачи данных. От этого зависит таможенная ставка, которую Apple придется платить при ввозе своих часов на территорию России. Если решение суда останется в силе, то компанию могут обложить дополнительным сбором в размере до 10%. Поскольку повышение таможенной ставки может прямо отразиться на стоимости Apple Watch в России, компания Apple Rus совершенно не заинтересована в дополнительном налоге. Еще вместе с iOS 8 Apple анонсировала технологию Metal, которая позволяет значительно улучшать графику в играх на iPhone и iPad за счет отказа от громоздки графических интерфейсов. И с выходом iOS 10 Metal претерпит серьезные изменения. По данным западных СМИ, в новой версии операционной системы создатели игр смогут в несколько раз увеличить детализацию картинки благодаря так называемой адаптивной тесселяции. Суть в том, что благодаря Metal достигается оптимальное сочетание между материалами и эффектами, которые используют разработчики в своих играх. Технология умна и отлично адаптируется под конкретные задачи. Полный доступ к GPU позволит игровым студиям сделать графику такой, каковы мы еще не видели ее на iOS. Думаем, теперь все готово для прихода GTA 5 на iPhone и iPad этой осенью. На этой неделе появились очередные слухи о новом поколении iPhone, которое должно быть представлено этой осенью. Согласно сообщению от Макатакара, которые в свою очередь обладают сведениями от производителей защитных пленок для смартфонов, в новом iPhone будет увеличено отверстие для динамика, а светочувствительный элемент будет перемещен на правую сторону. В iPhone 6 и iPhone 6s он находится слева от отверстия для динамика. Причиной таких перемен называют обновленный датчик освещения, которому нужно больше пространства. Вероятно, он будет лучше справляться со своими задачами, но это еще предстоит проверить. Также издание Макатакара подтвердило ранние слухи о том, что новые наушники AirPods станут подключаться к iPhone 7 при помощи коннектора Lightning вместо традиционного 3,5-мм джека. Таким образом, информация о том, что новый смартфон из Купертино все-таки лишится аналогового аудиоразъема, уже многими воспринимается как данность. А The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что самым значимым нововведением в iPhone 7 станет обновленная камера. Причем модель с экраном 5,5 дюйма получит двойной модуль камеры. Также журналисты американской газеты заявляют, что главный дизайнер Apple Джонатан Айв уже многие годы вынашивает идею сделать iPhone похожим на цельный кусок стекла. Согласно последним слухам, его идея будет реализована в 2017 году благодаря OLED-дисплею, отсутствию рамок и встроенному в экран сканеру Touch ID, который позволит отказаться от кнопки Home. А чего ждете от новых iPhone вы? Своим мнением делитесь в комментариях. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх и оставляйте свои умные комментарии к этому видео. Думаем, теперь все готово для выхода... для прихода. Для прихода уже давно все готово. Субтитры создавал DimaTorzok